Специальное подразделение по работе с источниками ионизирующего излучения сформировано в Госкомитете судебных экспертиз Беларуси. Кстати, именно оно подключилось к делу о найденных в Минске на улице Сердича емкость с ураном. Все эксперты прошли специальный курс в Институте переподготовки и повышения квалификации Университета гражданской защиты МЧС. И тот факт, что Комитет судебных экспертиз присоединился к расследованию подобного случая с пометкой «Радиационная опасность» говорит об уверенном шаге навстречу развитию ядерной криминалистики в нашей стране. Продолжит тему Светлана Чернова. Институт энергетических и ядерных исследований Сосны. На этих уникальных кадрах специалисты Госкомитета судебных экспертиз страны разбирают дело о накануне найденных по улице Сердича в Минске емкостях с ураном. Предметы изъяты и больше никакой опасности не несут. Для группы экспертов подразделение, которое было собрано два года назад и готовилось специально для раскрытия именно таких случаев с пометкой «Радиационная опасность» — это первое участие в следственном действии. Специалисты, которые входят в эту группу, это скорее специально подготовленные эксперты различных специальностей. В группе есть эксперты-химики, эксперты-биологи, эксперты-дактилоскописты, баллисты, судебно-медицинские эксперты. Выехать к подозрительному объекту, собрать всевозможную информацию, провести экспертизу. Говоря языком современным, задача команды, которой руководит Роман Аксенов, пройти радиационно-опасный квест, найти ответы на вопросы «зачем» и «почему», чтобы исключить криминальный подтекст события. Ранее, когда были случаи обнаружения бесхозных источников ионизирующего излучения, в принципе, оперативно-розыскных мероприятий, следственных действий не проводилось. Теперь же с появлением такого алгоритма работы можно уверенно сказать, развитию ядерной криминалистики в нашей стране быть. При том, что буквально четыре года назад этот термин воспринимался скорее как выдержка из произведения американского писателя Рея Брэдбери. Что говорить, в духе жанра научной фантастики даже рабочая форма специалистов. Вот так выглядит защитная экипировка специалиста. Комбинезон, бахилы, нарукавники. Защищают от проникновения радиоактивных частиц и пыли. К слову, эти предметы одноразовые и после применения подлежат обязательной утилизации. А также маска с респиратором. А чтобы защитить себя от излучения, поверх костюма надевают жилеты и халаты из свинцового материала. Общая масса такого смокинга иногда может доходить до 25 килограммов. Это тот случай, когда у нас в группе и здоровые, и умные, что называется. И с этим не поспоришь. Все участники специальной группы Государственного комитета судебных экспертиз страны, а это 26 человек, для освоения дополнительных навыков прошли обучение в Институте переподготовки и повышение квалификации Университета гражданской защиты МЧС. Курс, по которому обучались работники комитета, назывался «Лица, принимающая первые меры в случае радиационной аварии». Его продолжительность была 36 часов. К слову, бойцы группы регулярно совершенствуют знания, в том числе и на зарубежных семинарах, и на обучающих программах, подготовленных руководством Международного агентства по атомной энергетике МАГАТЭ. А с нынешнего года команда экспертов Госкомитета судебных экспертиз страны поддержала и глобальную инициативу по противодействию актам ядерного терроризма. Светлана Чернова, Виктор Борисов и Анатолий Долотовский. Агентство теленовостей.